МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, 43-х человек, вот из них оставили сейчас 29 осталось у нас. Надеемся, что они все оправдают наши надежды и ваши надежды и покажут хороший хоккей. Кстати, в этом году в ИХЛ пополнили две китайские команды, а также Новокузнецкий Металлург, который ранее играл в континентальной хоккейной лиге. Есть и другие организационные изменения. Бороться будут команды за Кубок Петрова, который в этом году учредила Федерация хоккея России в честь легендарного хоккеиста, бывшего нападающего ЦСКА и сборной стороны Владимира Петрова. В первой игре нового сезона Молот на выезде сыграет с нефтекамским Торосом. Матч состоится 9 сентября. А 10 числа в Перми будут соревноваться штангисты. Пройдет мультитурнир по пауэрлифтингу и отдельным тяжелоатлетическим дисциплинам. Участников набирается под полторы сотни. Они приедут из разных городов края. Так что борьба будет серьезной во всех категориях. Также будет в программе еще армлифтинг и народный жим. Будут представлены дивизионы жим в софт-экипировке, жим в экипировке, безэкипировочный жим, становая тяга. И давно ждали в альтернативном троеборье будет именно троеборье пауэрлифтинг, потому что давно не было, не проводилось. Соревноваться штангисты будут в спорткомплексе Красава в Кондратово. Мультитурнир начнется в воскресенье в 11 часов. От тяжелой атлетики к атлетике полегче. В Тамбовской области прошел традиционный массовый Мичуринский забег. Участники которых набралось порядка двух сотен преодолели дистанцию 5 километров. Бежали по пересеченной местности. Хороший результат показала перемячка Ксения Третьякова. Ее время 21 минута и 23 секунды. Стало лучшим в женской части состязаний. Она победила. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова